Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. 31 миллиард получит Самара на строительство моста через Волгу и магистраль Центральную. Таковы итоги встречи губернатора Николая Меркушкина и президента России Владимира Путина. Работа управляющих компаний под контролем. Чистоту в промышленном районе оценил глава Самары Олег Фурсов. В Самаре могут появиться новые крытые рынки. В рейд по незаконным ларькам отправилась наша съемочная группа. Из 65 железнодорожных переездов в Самаре требованиям ГОСТа не соответствует ни один. К таким выводам пришли дорожные инспекторы. Триумфальное возвращение самарских хористов из Сочи. Ребята выиграли Олимпиаду и будут представлять Россию в следующем году в ЮАР. Губернатор Николай Меркушкин провел в Москве несколько важных рабочих встреч. С президентом ОАО РЖД Олегом Белозеровым глава региона обсудил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Самара, аэропорт Курумыч, Тольятти. А также варианты возможного участия в проекте Китайской железнодорожной корпорации. Также губернатор встретился с председателем совета директоров Евроцементгрупп Филаретом Гальчевым. Главной темой совещания стал проекты сроки реконструкции завода «Жигулевские стройматериалы». До конца года планируется модернизировать производство и создать дополнительную линию по выработке щебня. Кроме того, в столице состоялся высший совет партии «Единая Россия», в котором также принял участие руководитель Самарской области. Главной темой обсуждения стало участие партии в ускорении финансового роста, в том числе за счет участия госкорпораций и компаний с госучастием с реализацией социально-экономической стратегии развития России. Также обсуждалось создание необходимых условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Новые развязки, переходы и дороги. В Самаре полным ходом идет строительство новой транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу. Реализуются грандиозные проекты. Город должен встретить 2018 год современным и удобным. Как будет организован проезд к стадиону во время Мундиаля, расскажет Марина Матвейшина. Более 3,5 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог получит регион в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас идет реконструкция Московского шоссе. Строят два тоннельных путепровода на пересечении с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе. Эти развязки не только улучшат транспортную ситуацию в городе, но и украсит его. Идет реконструкция улиц Ташкентской, Демократической, Новосадовы. Будут построены новые улицы, дальние и арены 2018. А 66 городских магистралей, входящих в состав гостевого маршрута, тоже приведут в порядок. Решен вопрос и по строительству кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Будет удлиненное кольцо эллипс. Почему? Потому что, если сейчас, как мы видим, очертание этого кольцевого движения, оно очень маленького диаметра. Так? Радиус маленький. Если мы его вытягиваем в форме эллипса, соответственно, от дороги от одного примыкания до другого примыкания промежуток будет побольше. И разъезжать транспорт будет гораздо комфортнее. В этом году мы его запустим в нижних слоях асфальтобетона. Верхний слой, потому что верхним слоями мы выйдем на осень, чтобы опять исключить даже вероятность выполнения брака на укладке асфальтобетона, уходим его на финишные слои на следующий год. Все дороги ремонтируют и строят по принципу комплексного благоустройства от фасада до фасада. Кроме объектов, которые готовят к чемпионату мира, в регионе реализуются и другие масштабные проекты. В этом году закончится строительство Кировского моста. Полным ходом идет возведение Фрунзенского мостового перехода. На встрече с президентом губернатор Николай Меркушкин представил ряд важнейших для региона инфраструктурных проектов и получил поддержку. В ближайшие 2-3 года Самарская область может получить беспрецедентную поддержку из федерального бюджета. 31 миллиард рублей на строительство важных объектов, таких как мост через Волгу и магистраль центральная. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Сегодня на стройплощадке стадиона Самара-Арена состоялось выездное совещание во главе с заместителем министра энергетики России Андреем Черезовым. Главной темой встречи стало строительство электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. В совещании приняли участие ответственный секретарь правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Сергей Мирошниченко, генеральный директор МРСК «Волги» Владимир Рябикин, руководство фериала МРСК «Волги» Самарские распределительные сети, а также представители подрядной организации. Подстанция «Стадион» станет основным источником электроснабжения Самара-Арена. Она спроектирована как энергообъект закрытого типа. Все оборудование разместится в одном здании. Все идет по графику. Завершены строительно-монтажные работы по зданию переходного пункта. Ведется устройство фундамента для подстанции. Ее внешний вид согласован городскими властями и будет полностью соответствовать прилегающей к стадиону территории. Строители обещают закончить объект в концу 2017-го, за полгода до начала чемпионата. Знать историю города, уметь объясняться на разговорном английском, соблюдать нормы этикета. Самарских полицейских готовят к работе во время чемпионата мира по футболу. Уже через два года им предстоит нелегкая задача – обеспечивать правопорядок в условиях, которые, как показал нынешний Евро, могут выйти за рамки футбольных правил. Сегодня на оперативном совещании в управлении МВД России обсуждали планы на ближайшее будущее. В работе совещания принял участие глава города Олег Фурсов. Уже в сентябре предстоит финал выборной кампании депутатов федерального и областного парламентов. Обеспечить законный ход выборов – тоже задача полиции. По словам главы города, полиция может содействовать в том, чтобы доходы городской казны росли, а значит и сделать можно будет больше. Со стороны города Олег Фурсов пообещал поддержку. Была поставлена задача по привлечению доходов в городской бюджет, и мы столкнулись с проблемами по легализации автомобильных стоянок, по борьбе с незаконной рекламой и по борьбе с несанкционированной торговлей. Это вот те источники пополнения бюджета, которые должны работать, и деньги должны поступать не в карманы каких-то там дельцов, которые представляют из себя, быть может, или хотят представлять муниципальную власть, а деньги должны поступать в общую казну, из которой мы с вами можем и дороги строить, и развивать инфраструктуру города. Опасные препятствия. По данным дорожных инспекторов, все городские железнодорожные переезды не соответствуют требованиям ГОСТа, что в первую очередь негативно сказывается на автолюбителях. Очередной рейд прошел на заводском шоссе. Наш корреспондент продолжит. Заводское шоссе в Самаре ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, большая часть из них – тяжелые грузовики. Как следствие, дорожное полотно быстро приходит в негодность. Но это не повод, говорят инспекторы, оставлять все как есть. В отношении должностного лица, ответственного за содержание железнодорожного переезда, составляется административный материал в соответствии со статьей 12.34 Кодекса административных правонарушений. В отношении юридического лица возбуждается административное дело. Мера административного воздействия – 300 тысяч рублей. Штраф – крайняя мера. Дает время устранить недочеты. Срок – неделя. За этот переезд тоже отвечает частная компания. Бизнесмены обязаны содержать пути в надлежащем состоянии. Представитель компании оправдывается, мол, ситуацию мониторят постоянно, а тут упустили. Этот переезд, на котором мы сейчас с вами находимся, можно сказать, наихудший. Все остальные, если мы проедем дальше, с рейдом поедем, вы сами убедитесь, что находится в более качественном состоянии. Ну, здесь, честно сказать, недоработка должностных лиц, в частности, имеется и моя недоработка. Все выявленные нарушения будут устранены в установленные сроки. Подобные рейды проводятся ежемесячно. Ответственным за состояние передышки не дают. Всего в Самаре 65 железнодорожных переездов требованием ГОСТа. По данным инспекторов, не соответствует ни один из них. Основные недочеты – это отсутствие предупреждающих знаков и разрушенное асфальтовое полотно между рельсами. Ответственным за содержание ежемесячно выносят предписания. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Рабочий день главы Самары сегодня начался в 6 утра. Олег Фурсов подвел итоги последних двух недель, когда каждое утро он отправлялся с инспекцией по одному району. Претензий к властям на местах немало, но есть и позитивные сдвиги. О том, каким глава города увидел сегодня промышленный район, расскажет наш корреспондент. Цветники во дворах промышленного района обретут надежную защиту. Впервые в этом году по просьбам жителей из местного бюджета выделили деньги на установку ограждений для полисадников. Также во дворах появятся парковки для машин. Это тоже пожелание жителей. Благодаря реформе местного самоуправления район приобрел финансовую самостоятельность. И все инициативы и замечания горожан быстрее находят отклик. Говоря о реформе местного самоуправления, хотел сказать, что общественные инициативы населения стали поддерживаться более оперативно. И пример как раз хотя бы по этим ограждениям. И поток жалоб, поток обращений мы видим перенаправляется на уровне местного внутригородского района. Это тоже очень важный такой шаг, который позволяет разгрузить город, разгрузить область от решения таких мелких текущих вопросов, которые обязаны решать местная власть. В течение двух недель глава Самары ездит по районам. Это утро Олег Фурсов провел в промышленном. За последние восемь месяцев, говорит, ситуация улучшилась. Здесь стало чище, но до идеала далеко. Дворы убирают неравномерно. Больше внимания нужно уделить обрезке деревьев и покосу травы на незакрепленных территориях. А также состоянию столбов. Зачастую они обклеены объявлениями и давно ждут покраски. Все замечания районной власти обещают устранить в кратчайшие сроки. Ну, как пример. Какой-то двор, есть поломанное там ограждение. Поэтому это вызывается в рабочем порядке, значит, управляющей компанией. И в рабочем порядке мы решаем данный вопрос. Такие легкие замечания, они не несут больших финансовых вложений, а просто это работа. На выявление недостатков и их устранения работает целая отдела, административная комиссия. За полгода инспекторы уже составили более 900 протоколов и выписали штрафов на сумму более 3,5 миллионов рублей. При выявлении каких-то последствий правонарушения, значит, я повторюсь, ставятся четкие сроки на всех совещаниях, на всех встречах ставятся четкие конкретные сроки их устранения. Только после этого возбуждаются дела, если люди не реагируют. Есть результаты и административного воздействия, и просто разговоров, и доведения требований законодательства до юридических и физических лиц. Лето. Горячее время для перекладки трубопроводов, сетей и ремонта дорог. Специалисты городской административно-технической инспекции по благоустройству следят за тем, обеспечена ли безопасность, установлены ли ограждения и как соблюдаются сроки. Кроме того, обязательно следят за тем, чтобы все работы по перекладке сетей производились до ремонта дороги, а не по свежему асфальту. Если, значит, дорога планирует, дорога предполагает плановый ремонт, до владельцев сетей доводится информация о том, что необходимо произвести, значит, перекладку сетей в службе, если они неисправны, либо, значит, в ветхом состоянии. И до начала ремонта, как правило, производится перекладка сетей, ремонт, и после этого уже укладываются новые там асфальтодорожные покрытия. Специалисты ГАТИ по благоустройству мониторят и общее санитарное состояние района. Все замечания отправляют в административные инспекции, где на нарушителей составят протокол. Все это направлено на то, чтобы жизнь горожан сделать комфортнее и удобнее. Алина Чемерис, Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Без совета общественности не обойтись. В Самаре продолжается приемка отремонтированных дорог в каждом районе. Работы завершены почти на половине запланированных магистралей. По поручению областных и городских властей в приемке участвуют не только специалисты профильных служб, но и депутаты райсоветов, представители общественности. Чем удивили жителей Куйбышевского района отремонтированной улицы Народные, узнала Марина Кравцова. Под пристальным вниманием каждый сантиметр обновленной дороги. Председатель ТОС Татьяна Фуаля делится. Такого масштаба дорожного ремонта в Куйбышевском районе не видели давно. При этом общественники, да и любой житель Самары могут высказать свои замечания. В случае с улицей Народной нашли только плюсы. Дорога вот эта, которая является основной практически, они всегда были на уровне пешеходных тротуаров. А сейчас настолько высоко подняли пешеходные тропиночки, бордюр, это очень удобно. Улицу Народную ремонтировали большими картами свыше 100 погонных метров. Использовали асфальт, для производства которого применяют высокопрочный щебень. Подрядчики справились за месяц. Гарантия на работы два года, в течение которых все недочеты они будут устранять за свой счет. Контроль ремонта многоступенчатый на всех этапах. Качество асфальта уже проверили в лаборатории. По результатам выполненных работ проводятся испытания асфальтобетонной смеси и кернов из покрытия. Работы на объекте выполнены с надлежащим качеством, а объект приемке подлежит. В Куйбышевском районе уже завершили ремонт улиц Народная, Шоссейная и Белорусская. Их отремонтировали в числе первых, поскольку эти дороги связывают Куйбышевский район с другими районами города, новыми микрорайонами и поселком Гранный. Всего же в Самаре в этом году большими картами и комплексно отремонтируют 73 дороги, плюс еще 60 внутриквартальных проездов. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свой двор. Самарские предприниматели все больше внимания уделяют благоустройству возле зданий своих предприятий. Когда вокруг чисто, уложена плитка и растут цветы, тогда и бизнес процветает. Город от этого только выигрывает. Каждый такой уголок становится настоящим украшением Самары. Об одном из таких примеров в железнодорожном районе расскажет Олег Зверев. Сделано со вкусом, причем не только внутри, но и снаружи. Так, с недавних пор в микрорайоне стали отзываться о кулинарии. Здание еще советских времен и раньше пользовалось популярностью. Уже много лет здесь обслуживают жители окрестных кварталов. А теперь его практически полностью перестроили. Кроме того, руководство позаботилось и о благоустройстве территории, решив внести свой вклад в реализацию городской программы «Цветущий город». Если мы реконструкцию сделали здание, то нужно и прилегающую территорию тоже благоустроить. Значит, здесь положили плитку, сделали дорогу, сделали дорогу, значит, к садику, чтобы детей вели по нормальной дороге. Посадили цветы и сделали парковку. В итоге получился дворик европейского типа. По словам руководства предприятия, после того, как комплекс работ на прилегающей территории был выполнен, и бизнес пошел в гору, к зданию удобно подойти. Рядом есть парковка, а банкетный зал и вовсе перешел в разряд престижных. Теперь к праздничному меню добавился и фактор внешнего комфорта. Быстро-быстро, такая красота, и люди довольны, счастливы. Как бы, вот у нас же спальный микрорайон, и сейчас как бы это у нас культурный центр. Я вам хочу сказать, красивые здания, вокруг зданий очень хорошо. А еще, по словам местных жителей, было бы хорошо, если бы такие же работы проводились на каждом подобном предприятии. Денег на это требуется не так много, зато город становится лучше. А потому многие считают важным принять за правила, занимаешь территорию, изволь позаботиться о благоустройстве. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Далее коротко о других темах дня. В Красноярском районе из-за повреждения газопровода без газа остались четыре сотни частных домов. По сообщениям Главного управления МЧС России по Самарской области, ЧП произошло в районе села Старая Бенарадка. Причиной стало проведение земляных работ. Аварийно-ремонтная бригада перекрыла газ. На месте работает оперативная группа МЧС. Пристань на Солнечной Поляне вновь начнет принимать пассажирские суда. Остановочный пункт приступит к работе 14 июля. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Эксплуатация пристани была приостановлена в 2014 году после чрезвычайного происшествия, в результате которого пострадали пассажиры. Спустя два года пристань привели в порядок, и теперь речные трамваи снова будут ходить от Самары до Солнечной Поляны. Стало известно расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут в Самаре. В городе состоятся шесть игр. Стадион Самара-Арена примет матчи групповой стадии 1,8 и четверти финала. Матчи группового этапа состоятся 17, 21, 25 и 28 июня. Один из матчей сборной России пройдет 25 июня. Игру 1,8 финала Самара примет 2 июля, а 1,25 финала – 7 июля. Мундиаль закроется 16 июля 2018 года в Москве. На стадионе «Металлург» начинается реконструкция второго поля. Оно станет одной из тренировочных площадок для участников Мундиаля. Предполагаемые сроки ввода поля в эксплуатацию – 3 месяца. На основном поле домашнего стадиона «Самарских крыльев советов» завершили укладку нового газона. Теперь поле будут готовить к сезону. В Самару возвращается тропическая жара, согласно прогнозу синоптиков. К выходным к территории региона подойдут воздушные массы с юга. Температура повысится до 33 градусов. Сегодня воздух прогреется до 29 градусов. Также метеорологи предупреждают, что прохождение теплого фронта может сопровождаться дождями, грозами и шквалистым усилением ветра. 100 баллов по ЕГЭ в этом году набрали 92 самарских школьника. Четверо из них получили высшую отметку сразу по двум предметам. За высокие результаты в учебе выпускники получили благодарственные письма главы города и председателя городской думы. На торжественной церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Все эти ребята набрали 100 баллов на ЕГЭ. Анна Ситрова к экзамену готовилась весь год. Про вечеринки и походы с друзьями в кино пришлось на время забыть. Все свободное время сидела за учебниками. И не зря. Анна мечтает стать переводчиком. И максимальное количество баллов получила по английскому языку. Три-четыре часа каждый день уходила на подготовку. Но я думаю, это стоило того, потому что теперь после этого тяжелого года есть возможность поступить в тот вуз, который ты действительно хочешь. Благодарственные письма главы города получили 10 человек. Это выпускники, которые набрали 100 баллов по дополнительным предметам. Информатика, история, английский, физика. Всего в этом году отличный результат на ЕГЭ показали 92 выпускника. Это на 10 человек больше, чем в прошлом году. Власть крайне заинтересована в том, чтобы в нашем государстве, в нашем регионе, в нашем городе было как можно больше образованных, талантливых, целестремленных людей. Чем больше образованных людей, чем больше культурных людей, чем больше талантливых людей, чем больше людей, которые ставят перед собой цели и достигают успехов по их достижению, тем более конкурентно способен город и конкурентно способен регион. Мне, конечно, очень хочется, чтобы все вы остались здесь. Несмотря на ваши высочайшие результаты, мне кажется, каждый из вас найдет то учебное заведение именно в Самаре, которое вас устроило бы. И очень хочется, чтобы потом вы посвятили свою жизнь именно нашей родной и любимой Самаре. Школьные годы позади. Теперь ребята вступают во взрослую жизнь. Они уже подали документы в вузы и готовы покорять новые научные и профессиональные вершины. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Самарская гармония выиграла всемирные хоровые игры. Хор девочек из музыкальной школы имени Чайковского со 116 километра завоевал золотую медаль в категории детские хоры. Эмоциями на перроне вокзала с нашим корреспондентом поделились герои соревнований. Екатерина Курганова поет в гармонии два года. Девушка давно мечтала выступать в хоре, а когда узнала, что в музыкальной школе Чайковского готовится к грандиозному событию в жизни певцов, всемирным хоровым играм в Сочи записалась на репетиции. Я слышала об этом сплоченном коллективе и мне было интересно, любопытно, каково это, когда возле себя 40 девчонок, с которыми ты можешь путешествовать, петь по всему миру и им это нравится. И тоже захотелось испытать такие же ощущения. Всемирные хоровые игры проходят в девятый раз. В этом году в Сочи 72 страны представили свои коллективы в номинациях. Молодежные, женские, мужские, смешанные, народные и камерные хоры. Самарская гармония завоевала первое место в детской категории. Конкуренцию им составили 24 команды. Особенно поволноваться на сцене самарчанок заставили китаянки, итальянки и немки. Соперники были сильнейшие. Мы боялись китайцев, потому что китайцы очень техничные, они очень современные и они в тренде. Мы очень довольны своим результатом. Мы к нему шли очень долго и рассчитывали, что он оценится высоко. Всемирные хоровые игры дают возможность показать себя коллективом разной жанровой направленности от вокальной полифонии джаза до фольклора и духовного песнопения. Самарская гармония готова вновь участвовать в соревнованиях и защитить свой титул лучшего детского хора в мире. Дальнейшие наши планы через два года будут такие игры проходить в Южноафриканской республике. Наша мечта там поучаствовать. И чтобы нам помогли, чтобы мы долетели туда. Еще один секрет победы гармонии – талисман хора. Сын руководителя Екатерины Поповой во время награждения Петр от счастья исполнил танец американской поп-звезды Майкла Джексона. По воспоминаниям самарских хористок весь стадион ревел от восторга. На платформе вокзала Петр станцевал специально и для зрителей телеканала «Самара ГИС». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Новости спорта в эфире. Я снова передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре финишировал этап Кубка России по шахматам «Мемориал Пулгаевского». Международный гроссмейстер, двукратный чемпион Советского Союза, победитель шести всемирных шахматных олимпиад. Консультировал Анатолия Карпова на двух первенствах мира. А начинал свою спортивную карьеру Лев Пулгаевский в Куйбышеве. Во время войны он переехал из Могилева, вообще из Белоруссии, переехал в Самару. Здесь он закончил шестую школу, потом поступил в политехнический институт, который закончил. И спустя некоторое время, уже сформировавшись сильным шахматистом, он уже был мастером, уже имел баллы как раз мастерские, он уже был приглашен в Москву, куда и переехал. Но шахматистом он стал именно здесь. Мемориал Пулгаевского с каждым годом молодеет. В этом году из 130 участников половина юниоры. Из Туркмении, Казахстана, Белоруссии, Украины и России. Они-то и разыграли 700 тысяч рублей призового фонда. За свою лепту играл и самарский мастер Алексей Макшанов. Все тут сильные соперники. Есть, конечно, люди, которые пониже класса, но все создают проблемы, так что просто ни с кем не бывает. Любовь Маркелова за шахматной доской с шести лет в свои 20 с небольшим успела поиграть на многих женских шахматных турнирах. Побеждала на чемпионате России. Однако наибольшее удовольствие от игры мастер спорта получает на мужских соревнованиях. Поэтому и приехала в Самару на мемориал Пулгаевского. Можно любую женщину, мне кажется, обыграть, независимо от рейтинга. Мужчины более собранные и настроены только на партию. А у женщин может быть разные мысли в голове. Перед последним туром пять шахматистов имели одинаковое количество очков. В итоге крепче нервы оказались у москвича Михаила Демидова. Ему досталась победа и 150 тысяч рублей призовых. Специальные награды звезды турнира получили трое лучших шахматистов среди мужчин, женщин и юниоров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова